Дальше, где скапливаются наиболее плодородные почвы? Тоже вот в районах разломов, ну поскольку, как правило, связано с некими понижениями высоты. Соответственно, и это давно было отмечено, и уже, так сказать, в научных статьях во многих этот факт на него было указано. То есть здесь ничего удивительного нет. — Средняя полоса России — зона явно не повышенной сейсмической активности, верно ведь? — Да, это слабоактивная зона. — Слабоактивная зона. Но, тем не менее, землетрясение, произошедшее в 1977 году в Румынии, в Москве все-таки аукнулось. Какова вероятность, что землетрясение, которое произойдет на достаточном удалении от Москвы или от средней полосы, вызовет все-таки волну достаточную для разрушений серьезного рода? — Ну, если мы будем вспоминать вот этот случай, когда в Москве в 1977 году ощущалось колебание от землетрясения, произошедшего в Румынии, здесь можно сказать, что такие землетрясения там и будут в будущем происходить. Значит, будут ли более сильные, чтобы в Москве колебания почвы были... Ну, тогда было порядка 4,5, может быть, 5 баллов. Вот здесь вряд ли следует ожидать, что там возникнут более сильные землетрясения. Дело в том, что ведь величина землетрясения в каком-то определенном месте определяется тем, а какие вообще упругие напряжения могут накопиться, чтобы вызвать подобные землетрясения. Это определяется структурой данного региона. Ну, там не следует ожидать более сильных землетрясений, чем вот то, что было... Ну, существенно более сильного, чем то, что было в 1977 году. Ну, есть понятие уязвимости. И вот уязвимость Москвы, к сожалению, все время повышается. Москва стареет. Стареет, и этажность растет. Итажность растет, Москва стареет, коммуникации становятся, так сказать, более уязвимыми и так далее, и так далее. Ну, и потом вы только что сами сказали о том, что память людей короткая. И даже если там произошли какие-то разрушения, может даже существенные, от землетрясения, то через одно поколение все будет забыто. Увы. Все-таки к этической стороне вопроса перейдем. Вот, наверное, в идеальном государстве схема идеальная, чтобы не вызывать паники среди населения. Ученые, зная определенный район будущего бедствия, предупреждают администрацию. И администрация хорошо технически вооруженная, обладающая большими средствами, любящая свое население, принимает все меры для того, чтобы ущерб от землетрясения в данном регионе был минимальным. Да, и в том числе оповещает людей о землетрясении. В том числе оповещает людей о землетрясении. Перенося эту схему на нашу далеко не идеальную страну, на нашу известную каждому по своей деятельности администрацию, у меня возникает целый ряд вопросов. Так уж ли безупречно этика ученых в данной конкретно взятой ситуации? Потому что я легко могу представить себе ситуацию. Их было на Руси уже немало. Начиная от Чернобыля, многие будут говорить, что это советские годы, но все-таки, да, заканчивая, может быть, какими-то недавними техногенными катастрофами, вымерзающим приморьем и так далее. Когда оповещенная администрация пальцем о палец не ударит для того, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, а люди останутся неоповещенными. Вот в этой ситуации, как по-вашему, все-таки ученый должен выйти вперед, предупредив администрацию, выполнив свои этические законы, выйти вперед и сказать, ребят, что же вы делаете? Предупредите людей. Пусть каждый решает, что ему делать в этой ситуации. Ну, это разговор с администрацией именно. Но ученый не должен выйти вперед и заявить, что будет землетрясение, и спасать кто может. А потом здесь же еще мы должны вернуться к тому, что есть прогноз. То есть, ведь оповещать людей, мы так под сознанием понимаем, что это их оповестить, чтобы они могли просто выйти из домов, значит, ну, как-то обеспечить свою личную безопасность. Но для этого прогноз должен быть, ну, по крайней мере, с точностью, может быть, до часов. Сейчас, в общем-то, говорить о достоверных методах прогноза, вот именно, который дает прогноз с точностью до часов, еще рано. Хотя, в общем-то, в истории были примеры, когда вот действительно люди оповещались, и они вышли из домов, и произошло землетрясение, и люди не посоветовали.